Нурсултан Назарбаев, Тимур Кулбаев, его жена Динара, Дорига Назарбаева, Кайрат Шариббаев, Борат Назарбаев, Алия Назарбаева, Нурали Алейев. Коррупции нет места в этой стране. Какое государство министр Клеверли подразумевает под этой страной, он не уточнил. Общий привет! До стар! С вами я, Вадим Борейко и канал Гиперборей. В эфире специальный выпуск. Он посвящен одной единственной теме, которая сегодня критически важна для Казахстана. В четверг, 3 февраля, в 17.35 по Гринычу, это 23.35 времени Астаны, в палате общин британского парламента завершились дебаты на тему «Казахстан. Антикоррупционные санкции». С докладом выступила член парламента от Лейбарийской партии с 1994 года, 77-летняя Маргарет Ходж. В ее выступлении прозвучали и такие имена. Ссылки на текст этого доклада и трансляцию дебатов, и то, и другого. Казахстан, которое размещено на сайте Вестминстера, я дам в описании. А теперь я зачитаю полный текст доклада в переводе на русский. Сверить правильность перевода вы сможете по первоисточнику. Я благодарю господина спикера за возможность провести эти дебаты, и министра, это был министр по делам Ближнего Востока, Северной Африки и Северной Абитики Джеймс Клеверли, за то, что присоединился к нам. Я также благодарю множество экспертов гражданского общества, которые помогли мне, их слишком много, чтобы назвать всех. Но особую благодарность я выражаю профессору Джону Хизершоу из Эксетерского университета, Адаму Хагу из Центра внешней политики и Сьюзи Хоули из Spotlight on Corruption, организация, которая называется «В центре внимания коррупция». Ранее, на этой неделе, министр иностранных дел объявила о долгожданных шагах по ужесточению режима санкций против России. Но нам не следует ждать потенциального военного кризиса, прежде чем мы будем действовать против незаконных финансов внутри страны и коррупции за рубежом. Мы должны действовать и использовать силы, которые у нас есть сейчас. Сегодня я хочу пролить свет на зарубежную коррупцию в другом государстве. Не только потому, что это важно само по себе, но и потому, что я хочу подчеркнуть роль Великобритании в содействии постыдным правонарушениям. Проще говоря, Британия делает возможной клептократию. Моя просьба к правительству двояка. Во-первых, оно должно действовать на упреждение, налагая санкции на нарушителей закона в Казахстане. Во-вторых, теперь, когда правительство обязалось внести законопроект об экономических преступлениях на следующей сессии парламента, оно должно обеспечить, чтобы положения законопроекта соответствовали цели, были жесткими, эффективными и уместными. Чтобы Великобритания могла показать своими действиями, что мы серьезно привержены борьбе с грязными деньгами. Прошло 30 лет с тех пор, как Казахстан, многонациональная, богатая природными ресурсами государства Центральной Азии, образовалась в результате распада Советского Союза. В те годы Казахстан по некоторым показателям добился успеха. Рост его ВВП опережает рост многих соседей, включая Россию. Уровень жизни там выше. И до 2010-х годов казалось, что в Казахстане есть политическая стабильность. Но есть и другая сторона казахстанской истории. Страной правит клевтократическая элита, разбогатевшая на украденных у народа деньгах. До 2019 года ее самодержавным диктатором был Нурсултан Назарбаев. В Казахстане всего 162 человека владеют 55% богатства. В основном это члены семьи Назарбаева или его приближенные. У страны плохая репутация в области прав человека и мало свободы СМИ. Еще в 2006 году Джонатан Винер, бывший заместитель помощника госсекретаря в администрации Клинтона, сказал, «Я не могу представить себе лидера в свободном мире, столь известного своей коррумпированностью, как Назарбаев. Мы знаем о его коррупции как минимум 15 лет». Конец цитаты. Однако в Британии мы закрывали глаза, игнорировали коррупцию и помогали казахстанскому режиму отмывать и тратить грязные деньги. Три примера подтверждают мою точку зрения. В период с 2008 по 2015 год мы выдали 205 казахстанским клептократам золотые визы для расчетов их грязными деньгами в Великобритании. Недавний отчет Четтем Хаус показывает, что казахстанская элита владеет недвижимостью в Великобритании на сумму более полумиллиарда фунтов стерлингов. Около 330 миллионов фунтов из этой суммы принадлежат расширенной семье Назарбаева, включая Sunning Hill Park, предположительно купленный зятем Назарбаева, за 15 миллионов фунтов, на 3 миллиона больше, чем запрашивалось. Проект по исследованию оргпреступности и коррупции показал, как Назарбаев тайно контролирует 4 благотворительных фонда с активами на сумму не менее 7,8 миллиарда долларов, вложенными во все от отелей до банков. Это глобальное состояние частично принадлежит холдинговой компании Jusant Technologies, созданной в 2020 году и зарегистрированной в Великобритании. Мы открыли наши границы, наш рынок недвижимости и наши финансовые структуры для казахстанского правящего класса, дав им возможность отмывать свои незаконные бодатства и тратить их. Хуже того, мы даже не применяем наши существующие законы против любого из этих правонарушений. Почему это важно сейчас? Потому что линии разлома коррумпированной казахстанской политической элиты взорвались. Протесты, первоначально вызванные резким ростом цен на сжиженный нефтяной газ, быстро переросли в общенациональные движения против правящего режима. Реакция нового президента Тукаева, которого, как утверждается, выбрал Назарбаев на эту должность, изначально заключалась в том, чтобы дистанцироваться от старого режима. Затем он запросил поддержку у России, которая ввела войска. Да, уточнения имеются в виду силы ОДКБ. Маргарет Ходж продолжает. На конец 7 января он направил против протестующих военных с приказом стрелять на поражение без предупреждения. Но мы помним, что по словам Тукаева, был дан приказ применять оружие только против вооруженных бандитов и погромщиков. Протестующие, большинство из которых были мирными гражданами, были расстреляны без единого предупредительного выстрела. По мнению некоторых экспертов, в результате этого шокирующего жестокого подавления 225 человек погибли, 4500 получили ранения и 10 тысяч арестованы. Замечу, что по погибшим и раненым, это не мнение экспертов, а официальные казахстанские данные. Эта ужасная гибель людей в Казахстане должна заставить нас в Великобритании задуматься. Мы соучастники того, что происходит в Казахстане. Наше отсутствие прозрачности в отношении иностранной собственности, наш слабый режим регулирования и наши слабые правоохранительные органы, все это помогало и подстрекало казахстанскую элиту. Но нам еще не поздно действовать. Правительство ввело новый режим антикоррупционных санкций в дополнение к нашим санкциям по акту Магнитского. Они позволяют нам выявлять иностранных коррумпированных субъектов, замораживать их британские активы, запрещать им въезд в Великобританию и ограничивать их доступ к нашим финансовым и юридическим средствам. Санкции – мощный инструмент, но, господин министр, их нужно использовать. Вот почему правительство должно ввести санкции против казахстанских олигархов, которые систематически грабили свой народ, чтобы набить собственные карманы. Недавнее насилие демонстрирует истинную цену клептократии. Безусловно, мы, юрисдикция Великобритании, которая так много сделала для содействия коррупции в Казахстане, должны действовать и привлекать этих лиц к ответственности. Наша межпартийная группа по борьбе с коррупцией сотрудничает с представителями законодательных органов Европы и Америки. Мы сформировали межпарламентский альянс против клептократии и вместе призываем правительство Великобритании, США и Евросоюза ввести санкции против клептократов Казахстана. Сегодня я призываю Великобританию принять меры для введения антикоррупционных санкций в отношении следующих лиц, которых я назову. И все они, предположительно, причастны к конфискации активов и взяткам. Число подробностей, которые я предоставлю, ограничено из-за времени, но каждая история шокирует. Тимур Кулебаев, его жена Динара, дочь Назарбаева, и их соратник Арвинд Тику. Данные свидетельствуют о том, что Кулебаев злоупотреблял своим положением, чтобы накопить огромное состояние. В 2020 году Financial Times показала, что Кулебаев извлек выгоду из секретной схемы отвлечения прибыли от крупных государственных трубопроводных контрактов. Он столкнулся с расследованиями по отмыванию денег и взяткам. Его состояние, по данным Forbes, составляет 2,9 миллиарда долларов. И он владеет недвижимостью на сумму не менее 60 миллионов фунтов здесь, в Великобритании. Есть Дарига Назарбаева и ее предполагаемый муж Кайрат Шариббаев. Дарига – старшая дочь Назарбаева. Ее империя, которую Forbes оценивает в 595 миллионов долларов, скрыта в невероятно сложной системе офшорных компаний, фондов и трастов. В отношении трех ее лондонских объектов недвижимости было возбуждено судебное дело о необъяснимом богатстве. Но исследователи организации Source Material утверждают, что Назарбаева могла ввести в заблуждение высокий суд Великобритании. Между тем, Шариббаев якобы является одним из бенефициаров и законной сделки на 334 миллиона долларов в казахстанском банке Банк РБК, который был назван Банк семьи Назарбаевых. Нурали Алиев. Есть Нурали Алиев, сын Дариги и внук бывшего правителя. Алиев был назначен заместителем председателя частного банка Нурбанк, названного в честь деда в 21 год, а председателем правления в 22 года. Судебные документы Великобритании показывают, что в 2008 году он получил кредит в размере 65 миллионов долларов от банка через компанию, затем еще один кредит. По словам адвокатов Нурали, часть этих средств он использовал для покупки дома на Бишопс-авеню стоимостью 39,5 миллионов фунтов стерлинга. Есть Карим Масимов и его соратница Айгуль Дуриева. Как сообщает Financial Times, Масимов – бывший премьер Казахстана, против которого выдвигались обвинения во взятках, в том числе со стороны британских компаний. Он также был замешан в обвинениях во взятках со стороны Airbus при покупке 45 вертолетов. Муриева является казахстанским банкиром и предполагаемым доверенным лицом Масимова, который сам замешан в крупных скандалах со взятками на общую сумму 64 миллиона долларов со шведской телекоммуникационной компанией Телия. Владимир Кин – самый богатый человек Казахстана. Его состояние составляет около 4 миллиардов 300 миллионов долларов. Он возглавлял «Казахмыс» – первую казахстанскую компанию, которая котировалась на лондонской фондовой бирже. В отчете Global Witness утверждалось, что Ким действовал как доверенное лицо и что Назарбаев фактически контролировал компанию. В 2017 году 18-летняя дочь Кима Камила купила три квартиры в Найтсбридже за 60 миллионов долларов. Его соратник Эдуард Огай является совладельцем «Казахмыса». Кенес Ракишев – таинственно богатый казахстанский бизнесмен с состоянием до 1 миллиарда 600 миллионов долларов. Он имеет тесные связи с политической элитой и является близким соратником главы Чечни, который находится под санкциями США. Сауат Минбаев был министром энергетики и минеральных ресурсов, но тайно владел Бермудской компанией стоимостью 3 миллиарда долларов, которая выиграла государственные контракты в Казахстане, несмотря на очевидный конфликт интересов с его ролью министра. Его жена и сын владеют недвижимостью в Великобритании. Александр Машкевич Паташ Александр Машкевич, Поток Шодиев и их покойный мини-партнер, имеется в виду Алиджан Ибрагимов, были известны как «Тройка». Они известны также тем, что владели Eurasian Natural Resources Corporation и NRC – казахстанской горнодобывающей компании, акции которой котировались на лондонской фондовой бирже. В 2013 году Управление по борьбе с серьезным мошенничеством, известный нам Serious Front Office, начало уголовное преследование в отношении компании после обвинений африканских политических деятелей в получении взяток. У компании есть активы в Конго – это медные рудники. Булат Утимуратов – бывший руководитель аппарата Назарбаева. На самом деле, Булат Джамитович с 2006 по 2008 год работал управляющим делами президента. И в этой государственной должности в 2007 году стал, согласно американскому Forbes, долларовым миллиардером. Маргарет Ходж продолжает. В дипломатической телеграмме США сообщалось об утверждениях, что Утимуратов был личным финансовым менеджером президента, а его собственный веб-сайт оценивает его личное состояние в 3,9 миллиарда долларов. Имеется в виду Forbes, Казахстан. Я знаю всех акционеров, и Утимуратова среди них нет. Булат Назарбаев – очень богатый брат Нурсултана Назарбаева. В 2008 году он приобрел квартиру за 20 миллионов фунтов в отеле «Плаза» на Манхэттене, это Нью-Йорк. Его обвиняют в причастности к вооруженным группам, которые способствовали разжиганию январских беспорядков. Ну, пока что публично никто таких обвинений Булату Назарбаеву не предъявлял. Ахмеджан Есимов – председатель Суверенного фонда благосостояния. Имеется в виду Самрук Казына, но с середины декабря прошлого года Есимов Самрук больше не возглавляет. Там сейчас Алмасадам Садкалиев, которому Токаев пригрозил, что он может уйти в небытие, если не реформирует Самрук. 4 февраля на нашем канале Ахижан Кожигельдин дал свою оценку Фонду национального благосостояния. Самрук был создан для того, чтобы красть деньги. Итак, Есимов, по словам Маргарет Ходж, якобы злоупотребил своим положением, чтобы предоставить своему бывшему зятю Галинжану Гесенову кредиты связанным сторонам через секретные компании с британских Виргинских островов для покупки британской компании под названием «Хасфосфат». Есенов сейчас один из богатейших людей Казахстана. Дочь Кайрата Боранбаева вышла замуж за внука Назарбаева, и это все в семье. Он занимал ряд должностей, в том числе был связан с печально известным коррупционным транзитом газа из Туркменистана. Он владеет особняком стоимостью более 25 миллионов фунтов в закрытом комплексе «Вирджиния Уотер», квартирой стоимостью 60 миллионов фунтов в жилом комплексе «Хайт Парк Ван» и тремя роскошными апартаментами стоимостью более 15 миллионов фунтов в Найтсбридже. Александр Клебанов и его сын Яков Член парламента продолжает. Затем Александр Клебанов и его сын Яков. Состояние Александра оценивается в 374 миллиона долларов, и он возглавляет Центрально-Азиатскую электроэнергетическую корпорацию. Эти двое выступают в качестве финансовых доверенных лиц семьи бывшего президента, и, как считается, помогли Дариге Назарбаевой избежать ордера о необъяснимом богатстве. С помощью этого ордера британский суд может наложить арест на капиталы и недвижимость. Маргарет Ходж перечисляет другие фамилии. Нурлан Нигматуллин, Боржан Байбек и Марат Бекитаев являются, с начала февраля уже являлись, высокопоставленными фигурами в правящей партии Нур-Оттан и являются близкими соратниками Назарбаева. Они замешаны в поддержке коррупции и, предположительно, несут ответственность за нарушение прав человека. Высокий суд Великобритании обратил внимание на то, как Алия Назарбаева, младшая дочь Назарбаева, вывела более 300 миллионов долларов из страны через сложные офшорные структуры, в том числе на британских Виргинских островах. Айдан Карибжанов обвиняется бывшей женой в том, что он нажился на своем положении банкира, продав казахстанскую национальную телекоммуникационную компанию и, цитирую, проведя приватизацию государственных активов, что приносит огромные прибыли инсайдерам с политическими связями за счет государства. Кайрат Сатебалды и Самат Абиш – племянники Назарбаева, обладающие значительным состоянием через офшорные структуры. Оба являются ключевыми игроками в ближайшем окружении Назарбаева, вовлеченными в текущую борьбу за власть, которая подрывает мир и безопасность. Я назвала этих людей. Наложение санкций на эту коррумпированную элиту само по себе не искоренит порочную практику и не приведет к радикальным демократическим преобразованиям в Казахстане. Но оно продемонстрирует, что мы имеем в виду то, что говорим, когда берем на себя обязательства бороться с грязными деньгами и коррупцией. Цена бездействия высока. Репутация Лондона и нашего сектора финансовых услуг уже запятнана, поскольку Великобритания рассматривается как юрисдикция для грязных денег. Быстрыми действиями мы можем начать восстанавливать идею хорошей глобальной Британии и продемонстрировать нашим союзникам, что мы не обеспечим убежище клептократам или олигархам. Я спрашиваю министра, рассмотрит ли он лица, которые я назвала, и наложит ли санкции на тех, кто воровал из своей страны, отмывал здесь свои деньги, использовал структуры Великобритании, чтобы скрыть свои нечестные доходы, использовал золотую визу, чтобы получить въезд в Великобританию или нарушал права человека. Будет ли он сейчас действовать? Только за счет повышения прозрачности, принятия более жестких правил и обеспечения последовательного и строгого права применения мы сможем снова высоко поднять голову в качестве надежной юрисдикции, которая живет по самым высоким стандартам. Мы должны, наконец, превратить заверения предыдущих правительств в твердые действия по принятию обещанного закона об экономических преступлениях. Министр подтвердит, что законопроект будет рассмотрен в этом году. Если правительство снова потерпит неудачу на этих двух фронтах, единственные, кто будут в восторге, это такие люди, как преступные клептократы из Казахстана, которые будут смеяться всю дорогу до банка. Здесь нужно уточнение. Согласно парламентским привилегиям, в Соединенном Королевстве членам Палаты Лордов и Палаты Общин позволяется свободно говорить во время парламентских слушаний, не опасаясь судебных исков на основании клеветы, неуважения к суду или нарушения закона о государственной тайне. Но если что-то публично прозвучало в седах парламента, журналисты вправе свободно эту информацию распространять и на нее ссылаться. Вслед за Маргарет Ходж выступил министр Ближнего Востока, Северной Африки и Северной Америки Джеймс Клеверли. Вот что он сказал. Я воздаю должное о работе, которую Маргарет Ходж проделала по этим сложным вопросам, как в своей прежней роли в качестве председателя специального комитета, так и в качестве председателя межпартийной группы по борьбе с коррупцией. Поскольку мой друг Лорд Ахмат, министр, отвечающий за Южную и Центральную Азию, находится сейчас в другом месте, я с удовольствием отвечаю от имени правительства. В этом месяце Великобритания отметила 30-летие установления ДИП-отношений с Казахстаном, нашим крупнейшим партнером Центральной Азии. За годы работы мы построили прочные партнерские связи в таких областях, как инвестиции в нефть и газ, образование и финансовые услуги, а также продвижение прав человека и демократических ценностей. Мы добились реальных успехов в создании более открытой деловой среды в Казахстане, в том числе через Международный финансовый центр Астана. Достопочтенные члены парламента стали свидетелями ожесточенных столкновений которые произошли в январе после первоначально мирных протестов в Западном Казахстане против повышения цен на топливо. Как правильно сказала достопочтенная леди, по последним оценкам в ходе этих столкновений погибло более 200 человек. Поступали сообщения об организованных нападениях на имущество и сотрудников правоохранительных органов. Задержано почти 10 тысяч человек. Я уверен, что она присоединится ко мне и другим в резком осуждении насилия и гибели людей. Лорд Ахмад активно занимался этими вопросами, выступая в прошлом месяце перед высокопоставленными представителями Казахстана, включая специального представителя президента Тукаева. Это было 14 января. В каждом из этих обращений министр подчеркивал важность соблюдения Казахстаном своих международных обязательств в области прав человека. Президент Тукаев назвал произошедшее попыткой государственного переворота, и мы срочно ищем дополнительную информацию об этом очень серьезном событии. Мы приветствуем решение президента о создании Следственной комиссии для выяснения того, что привело к этим беспрецедентным событиям и гибели людей. Мы поддерживаем обязательства властей Казахстана в отношении того, что это будет эффективное и прозрачное расследование, и призываем их учитывать международную и независимую экспертизу. А все помнят, что в интервью Хабару 29 января Тукаев сказал, «В расследовании мы обойдемся своими силами». В своем публичном выступлении президент ясно дал понять, что первоначальные мирные протесты были основаны на законном недовольстве социально-экономической ситуации и что необходима срочная экономическая реформа. Мы поддерживаем это послание и вместе с нашими международными партнерами ищем возможности поддержать эти реформы. Президент Тукаев также критически относился к существующей социальной системе, в которой экономический рост в значительной степени приносил пользу лишь небольшому количеству очень богатых людей. Маргарет Ходж сказала, что нам хорошо известны сообщения о предполагаемом приобретении активов богатыми членами элиты казахстанского общества, в том числе значительных владений здесь, в Великобритании. По ее словам, конечно же, роль правоохранительных органов заключается в расследовании любых конкретных заявлений о правонарушениях. Как ведущий центр финансовых услуг, Великобритания, к сожалению, может быть местом назначения доходов от коррупции. Несмотря на выводы группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег, Великобритания имеет одну из самых сильных систем по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в более чем 60 странах мира. Следовательно, комплексный обзор безопасности, обороны, развития и внешней политики позволит принять более решительные меры для борьбы с незаконным финансированием, в том числе путем поддержки Национального центра по борьбе с экономическими преступлениями и сотрудничества с нашими ближайшими союзниками, такими как США, для максимального увеличения нашего коллективного воздействия на эту общую угрозу. Недавний обзор расходов выделил новые ресурсы для этого обязательства. 42 миллиона фунтов на реформу борьбы с экономической преступностью до 2025 года. Это в дополнение к 63 миллионам фунтов на реформу регистрационной палаты и ведение сбора за экономическую преступность, борьбу с отмыванием денег. Мы привлечем около 100 миллионов фунтов в год от частного сектора для борьбы с экономической преступностью с 2023 года. Эти дополнительные ресурсы значительно повысят нашу способность бороться с транснациональной коррупцией и незаконным финансированием. С 2006 года Министерство иностранных дел по делам содружества и развития финансирует Международное подразделение по борьбе с коррупцией, Национального агентства по борьбе с преступностью. Это всемирно известное правоохранительное подразделение, которое занимается расследованием случаев коррупции в развивающихся странах и имеющих связи с Великобританией. С момента начала финансирования в 2006 году расследование агентства привели к осуждению 30 человек и компаний за коррупционные преступления. Оно также заморозило, конфисковало или вернуло развивающимся странам украденные активы на сумму более 1 миллиарда 100 миллионов фунтов стерлингов. Кроме того, Великобритания возглавляет Международный антикоррупционный координационный центр, который объединяет специалистов правоохранительных органов из различных агентств по всему миру для рассмотрения обвинений в коррупции в крупных размерах. Этот центр значительно расширяет наши возможности по расследованию сложных дел о коррупции в нескольких юрисдикциях. С момента своего запуска в 2017 году он оказал поддержку в 88 расследованиях. В 2019 году Великобритания запустила свой план борьбы с экономическими преступлениями, который предусматривает совместный ответ государственного и частного секторов на экономические преступления. Успех нашего государственного частного партнерства прекрасно демонстрирует работу совместной оперативной группы по сбору данных об отмывании денег. Это механизм, который позволяет правоохранительным органам и финансовому сектору более тесно сотрудничать для выявления, предотвращения и пресечения отмывания денег и экономических преступлений. На сегодняшний день совместная оперативная группа по отмыванию денег помогла правоохранительным органам провести более 600 расследований. Это способствовало более чем 150 арестам и конфискации более 34 миллионов фунтов незаконных средств. Наконец, в апреле прошлого года Великобритания запустила глобальный режим антикоррупционных санкций. Маргарет Ходж упомянула в своих комментариях, что это позволяет правительству замораживать активы и запрещать поездки по золотой визе, показывая местонахождение лиц, вовлеченных в серьезную коррупцию по всему миру, и посылает сигнал о том, что Великобритания не потерпит этих людей или их нечестно полученные доходы в нашей стране. Режим нацелен не на страны, а на те лица или организации, которые несут ответственность. Мы считаем, что это сильный личный сдерживающий фактор, и на данный момент он был использован для наказания 27 человек в 10 разных странах. В совокупности эти инвестиции значительно расширяют наши возможности по привлечению к ответственности коррупционеров. Они также посылают четкий сигнал о том, что мы будем использовать всю силу наших возможностей, чтобы преследовать тех, кто стремится использовать Великобританию в качестве места назначения для своего незаконного богатства. Преступники, коррумпированные элиты и лица, которые угрожают нашей безопасности, в Великобритании не приветствуются. Вот что Маргарет Ходж ответила Джеймсу Клеверли. Я чрезвычайно благодарна министру, но он дал мне очень общий ответ. Я назвала более 20 человек, многие из которых являются членами одной семьи. Возьмется ли он расследовать обстоятельства, которые я вкратце изложила, и предпримет ли усилия, если я права, чтобы против этих лиц были применены санкции при новом режиме? Ответ Джеймса Клеверли не заставил себя долго ждать. Леди, я уверен, понимают, что иногда можно быть контрпродуктивно вдаваться в подробности о том, какие требования будут у следующих кабинетов Великобритании. Но я могу абсолютно заверить ее, что официальные лица правительства, да и Палата представителей, примут к сведению лица, которых она перечислила в своем выступлении. В отношении Казахстана, да и любой другой страны, наши правоохранительные органы продолжают отслеживать и, при необходимости, расследовать частные случаи, когда того требуют обстоятельства. Мы знаем, что коррупция и незаконные финансы могут иметь разрушительные последствия для государств и граждан, подрывая демократию, финансируя авторитарные программы и способствуя серьезной организованной преступности. Великобритания показала на мировой арене, что у нее есть как средства, так и воля для продвижения ответственного финансового поведения. Мы показали, что готовы действовать внутри страны и на международном уровне, когда это необходимо. Я уверен, что вы согласитесь, что теперь мы должны вместе показать, что коррупции нет места в этой стране. Какое государство министр Клеверли подразумевает под этой страной this country, Великобританию или Казахстан, он не уточнил. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик для получения регулярных уведомлений о новых выпусках. Ставьте лайки, пишите комменты, делайте репосты и я искренне благодарен вам за донаты. Если бы вы только знали, как вы нам помогаете. Копер Ахмед, огромное всем спасибо. Безбергемез, мы делаем гиперборей вместе. В воскресенье утром вы увидите продолжение интервью с Акижаном Кожигельдином. Мы поговорим об отношении Тукаева к России, Китаю, Европарламенту, строительству атомной электростации в Казахстане и о многом другом. На этом я с вами прощаюсь. Салбон издар! КОНЕЦ 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 КОНЕЦ